Настройка на нужную частоту, на нужную группу пчёл, они разные частоты имеют, и ночью и днём. Это более важный фактор, чем напряжение. Небольшой аппарат, состоящий из генератора электродов, на деле мощный прибор для увеличения производительности. Стимулятор пчёлка, именно так называется чудо-изобретение, способен заставить полосатых тружениц работать в два раза эффективнее. С помощью этих электрических технологий можно значительно повысить продуктивность пчеловодства и получить нетрадиционные биологически активные продукты пчеловодства, такие как пчелиный яд. Один грамм яда в своё время стоил 200 долларов за грамм, а прибору позволяет получить 5 грамм семьи за сезон. Ко всему прочему, изобретение учёного позволяет заставить пчёл собирать больше пыльцы. Мало кто знает, что самый главный продукт пчеловодства – это опыление. Эффективность опыления гораздо важнее и в несколько раз перекрывает прибыль от прямых продуктов пчеловодства. Будет опыление, будет кормовая трава, яблоки, апельсины. И в Америке за опыление платят большие деньги, больше, чем за мёд. Можно сказать, этот аппарат помогает управлять пчёлами. Например, если подать на него напряжение в 4000 вольт, пчёлы начинают прополисовать жилище. В данный момент мы находимся, вот, доблюдаем интенсивный сбор прополиса с помощью электродных систем. Как комментируют учёные, под воздействием электричества у пчёл срабатывает инстинкт. И они пытаются заглушить неоднородное поле, покрывая сверху электроды прополиса. Таким образом добывается целебное вещество. Для получения другого ценного продукта напряжение увеличивается. И чувствуя опасность, пчёлы начинают атаковать пластину, выделяя яд. Конечно, на мёдопродуктивность аппарат не влияет. Влияет он, там, другие функции у него. Можно сделать запорное устройство для улья. Можно ядосборник сделать. Это другое направление в пчеловодстве. То есть оно, на мёдопродуктивность это никак не влияет. Пчела способна выполнять до 40 функций. А под действием чуда аппарата можно активировать или угнетать её действия, уверен учёный. И создавать тем самым поистине дрессированные ульи. Инна Левошина, Наталья Кудряшова, СТС, Челябинск.